Всем здравствуйте! Кто-то из вас уже слышал о новом виде спорта флайборд? Между тем, в Сочи он стремительно набирает популярность. Какую литературу лучше всего читать на берегу моря, и на чью выставку в южной столице приглашают всех ценителей искусства? В Сочинском художественном музее открылась персональная выставка народного художника России Виталия Коробейникова. В экспозиции живописные работы последних лет. Мастер кисти хорошо знаком местным жителям. Свои картины в Сочин привозят около 20 лет. Виталий Коробейников один из ярких представителей художников Кубани. Основу его творчества составляют пейзажи и натюрморты. Яркое многоцветие южной природы воплощается в красочных работах мастера. Цветы, абстракции, импровизации, женщины, купальщицы. Здесь все. Сочи, здесь эмоции, здесь мои чувства. Работы художника всегда узнаваемы и самобытны. Автор выбирает каждый раз новую цветовую гамму. То в виде тончайших касаний кисти, то в виде рельефных красочных мазков. Модели для своих картин художник обычно собирает сам. Цветы привезены прямо на поле, собраны с поля, полевые букеты. Вы сами собираете? Виталий Коробейников активно участвует в выставках в России и за рубежом. В 2022 году планируется большая персональная выставка мастера кисти в Сочинском художественном музее. Нынешнюю уже экспозицию все желающие могут посетить до 15 августа. В поселке Красная Поляна установили заправочные станции для электроавтомобилей. А окрестности Сочи оказались одним из наиболее удобных мест для электроавтомобилистов в России. В общей сложности на курорте насчитывается около 10 таких заправочных станций. Это по-прежнему меньше, чем в Москве, но значительно больше, чем в остальных городах страны. Главное не унывать. Смешное видео попало в социальные сети. Взрослый мужчина решил не расстраиваться из-за потопа и пошел веселиться в воде. В комментариях люди порадовали заплавца, а также пожелали ему и дальше наслаждаться отпуском. Милое видео. Советские кадры из рекламы Сочи 1981 года. Хорошо видна старая архитектура и достопримечательности курорта. Город сильно изменился за прошедшие 40 лет, и его по праву можно назвать одним из самых современных в нашей стране. В списке быстро развивающихся городов России Сочи занимает третье место, уступая лишь Подмосковью и Тюмени. В горах Сочи образовался песчаный смерч. Видео с розы пик, на котором видно природное явление, попало в социальные сети и вызвало неоднозначную реакцию. Некоторых комментаторов удивило, что несколько людей сразу же пошли к песчаному вихрю, другие радовались красоте смерча. Ну а я напоминаю о правилах безопасности. Будьте осторожны и не рискуйте ради очередной красивой фотографии. Прекрасный пример культурного отдыха. Такое видео попало в социальные сети. Женщина мирно отдыхает на берегу и читает книгу. В комментариях пользователи выразили свои восхищения и поддержку, а также заволновались о том, чтобы женщине никто не мешал отдыхать. Интересный факт. По рейтингу издательства Эксмо в топ самых читаемых книг 2021 года входят «Хочу и буду» Михаила Лобковского, «Несы Дженсенсера» и «Гравити Фоллс Дневник 3» Алекса Хирши и Роба Ренцетти. Если вам тоже захотелось сесть на берегу и уделить время чтению, то рекомендую произведение Джека Лондона «Морской волк» или «Зов Ктулху» у Говарда Лавкрафта для желающих пощекотать себе нервы. Хорошо подойдет под морскую атмосферу. Такое видео облетело социальные сети. Сравнение Сочи и Лос-Анджелеса. Наш город часто сравнивают с калифорнийским городом ангелов. Отсюда и знаменитая фраза «Сочи Форния». Наш курорт пока еще меньше. Л.А. занимает второе место по численности населения в стране. Это почти 4 миллиона человек, тогда как в Сочи сейчас проживают на постоянной основе около 400 с половиной тысяч. Жители Л.А. называют Анджелес. Напомню, что Лос-Анджелес считается крупнейшим мировым центром в индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения. Здесь вы найдете такие достопримечательности, как Беверли-Хиллз, киностудию Warner Bros., обсерваторию Гриффита, «Оле звезд» и другие. Несмотря на все свои плюсы, Сочи действительно чище. Я обогнал его по размеру территории. Наш курорт занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров, тогда как у Л.А. всего 1300. Исполнение мечты. Девушка впервые пробует полет на флайборде в Адлерском районе Сочи. Флайборд или гидрофлайт – это экстремальный вид спорта, который был изобретен французом Фрэнке Запата в 2011 году. Всего через 9 лет Министерство спорта Российской Федерации внесло гидрофлайт во Всероссийский реестр видов спорта, а в 2020-м был проведен первый чемпионат России. В сезоне 2021 года планируется проведение этапов чемпионат России и подготовка к проведению первого чемпионата мира. В нашем городе подобным видом спорта тоже можно заняться профессионально. Достаточно обратиться в одну из существующих школ по флайбордингу. Красивое видео от футбольного клуба Сочи попало в интернет. Моменты подготовки к матчу и игры с азербайджанской командой Кэшля. Полное видео можно посмотреть в официальном инстаграме футбольного клуба Сочи. Напомню, что 22 числа барсы победили в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, обыграв Кэшлю со счетом 3-0. Так они завоевали свою первую победу в Еврокубке. Делитесь своими хорошими новостями в инстаграм через хэштег «Только хорошие новости Сочи24» и мы расскажем о них в нашем эфире. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидении, на сервисе Яндекс.Эфир, а также онлайн на сайте «сочи24.тв». За самыми актуальными интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале «Сочи24.тв». Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиши. Оставайтесь на позитиве вместе с «Сочи24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова